Здравствуйте, мои братья и сёстры! И перейду сразу непосредственно к делу. В этом видео я попытаюсь извлечь золото из примерно вот такого вот грунта. То есть, самая обычная земля, по которой я хожу здесь, местная. Я уже подготовил всё. Видео будет очень интересно. Если вас интересует золото, разумеется, вам его нужно будет посмотреть. Потому что это будет новый метод извлечения. Я постараюсь извлечь золото не химическим путём, как обычно там растворяю что-то, а самым старым и таким древним методом. Я читал в одной книге, у меня есть энциклопедия. Короче, раньше в Египте добывали золото из каменной породы. Тоже её дробили, примерно как и я. Ну, там дробили сразу несколько тонн такой породы. И потом её обжигали. В общем-то, обжигали её в течение нескольких часов. Делали котлован такой в виде чаши. И когда всё остывало, то есть, когда всё они это... После завершения обжига, в общем-то, на самом дне скапливалось такой кусочек золота. Ну, там описывают размером с ладонь бывало. То есть, методом обжига они добывали золото. Если золото в породе было, оно обжигалось, сплавлялось, разумеется, собиралось на дне. Ну, я не могу себе позволить несколько тонн взять и обжечь для примера. Так как у меня нет таких и возможностей, и средств, и сил. И при всём желании негде это было бы сделать. Но я попытаюсь извлечь его, скажем так, более продуманным методом из перитовой руды. Также в этой книге описано, что в перите присутствует золото. То есть, небольшая часть. Но не везде, не везде. Я буду надеяться, что в моём перите будет золото. Но не будет, не будет. Я постараюсь, по крайней мере, это всё показать. И приблизиться хотя бы к малой части, наверное, этого процесса. Или, как бы это правильно сказать, к малой доле этого всего процесса. Примерно всё это постараюсь своими руками сделать. Возьмём бочонок земли, так называемого грунта. Обогатим его. То есть, я его промою. Выделю из него перит по максимуму, сколько получится. Сделаю самодельный тигель. И при помощи старого доброго метода, горно, попробуем это расплавить. Ничего растворять не будем. То есть, сразу же отделим перит. Скажем так, обогатим руду нашу. И сплавим получившийся концентрат перита. Если золото есть, как цветной металл, он должен сплавиться. Может сплавиться в песок, может сплавиться каплями, может сплавиться даже в слиточек. Всё зависит от концентрации. Перит – это не цветной металл. Он выгорит, превратится в шлам. Дальше я всё покажу. Это будет интересный метод. Новый, пожалуй, метод поисков. Ну, даже если я найду золото, я не собираюсь здесь разрабатывать, в общем-то, промышленную добычу золота. Это просто будет такой, ещё один способ выделения. Может быть, кому-то это будет интересно. Это само по себе будет интересно посмотреть. Вы поймите. Ну, вот и всё, ребята. Вот такая информация. Смотрите дальше моё видео, и вы всё поймёте. Я хотел также разыграть розыгрыш в этом видео. Подарить одному из вас кусочек золота, получившегося, если получится, добыть его. Но я вот тут подумал, знаете, это незаконно переправлять золото в чужую страну, к примеру. Вот кто-то в России выиграет, да? Я хотел сделать так. К примеру, если видео бы набрало, ну там, 400 или 500 тысяч просмотров, да? Первый, кто оставил бы комментарий, я бы подарил этот кусочек золота под видео. То есть очень легко и понятно. Победитель будет, разумеется, только один. Но не получится. Боюсь, посадят. Поэтому с розыгрышем ничего не выйдет. Также хочу купить GPX. Но об этом я позже сниму. Поищем самородки. Наверное, на следующий год займусь тоже приборным поиском. Куплю GPX. Поищем, полазим, по разным интересным местам. Поэтому, уважаемые мои друзья, если вас интересует золото, разумеется, на моем канале будет все про золото и только про него. Поэтому подписывайтесь, если вас интересует. Каждый раз на моем канале будет что-то новое и что-то интересное. То, что, скажем так, даже я не пробовал. Как вот, допустим, вот этот вот новый метод, который я хочу попробовать. Кто знает, может, я добуду всего лишь несколько крупиц, золота или песчинок. Но все равно я его попробую извлечь, скажем так, оттуда, где его, в принципе, практически нет. То есть, из обычной земли, ребята, это вообще просто безумие какое-то, а не метод извлечения. Ни в какой, разумеется, энциклопедии такой херни нет. Не сказано, не написано. И все. Лайкайте. Ваша поддержка для меня важна. Потому что, чем больше лайков, тем больше, скажем так, и подписчиков, и вообще среди вас внимания. Разумеется, я тоже буду стараться. И также буду чувствовать себя не одиноким. И буду снимать интересные видео. Также хочу сделать очень интересное видео следующее. Как сделать самодельный химреагент, чтобы попытаться дома извлечь золото. Чтобы не покупать там перосульфид. Смотрите, это будет очень интересное видео. Ну вот и все. Кстати, идею мне подал Евгений Гончаров. Так что, чувак, я тебе тоже передаю привет. Какую идею ты подал, сможешь узнать в следующем видео. Так что, я просто прочитал коммент твой один. И мне понравилось. Этой идеей я решил сделать целое видео. Так что, целое видео следующее будет посвящено уже тебе. Спасибо, ребята. Пацаны, прикиньте, если в этом камне есть золото. Наверное, можно на квартиру заработать. Да, хороший камушек. Ну вот, ребята, приступаем к самому процессу. Перед нами самый обычный гравий. Глинистый такой. 60% глины. Остальное песок, камни, мелкие. То есть, возможно, у вас в огороде, именно такой гравий самый обычный. С высоким содержанием перита. Так как перит, это самый, наверное, распространенный минерал. Как и глина, наверное, везде есть. Взял я его тоже, не в спец каком-то месте. Можно сказать, что земля, по которой хожу здесь, у себя, местная. Быстренько привез ее, взял утречком. Это для примера. Я знаю, что в ней высокое содержание перита. Так как я уже говорил вам как-то, я исследовал столько разных мест, что, наверное, никто в этом городе столько не исследовал, где я живу. И знаю, где что у нас есть. Ничего в этой земле особенного нету. И на много рассчитывать, разумеется, здесь не надо. Получится примерно от 0,5 до 1 литра содержания такого перитовой стружки. Как бы ее правильно назвать. То есть вот этих проблесков. Золотинок. Или как его правильно называют, да? Золото дураков. Не обижайтесь. Из этой 50-литровой тары получится примерно, как я сказал, литр, может пол-литра. И я рассчитываю это сплавить и получить примерно одну каплю золота. Может даже и меньше. В общем, посмотрим, есть ли оно вообще здесь есть. Я уже как-то пробовал, тогда химическим путем растворять и анализировал. Но тогда ничего не показало, так как перита слишком было много в растворе. То есть это грязь такая, которая сильно мешает тоже сделать анализ химический. Но на этот раз мы не будем ничего растворять, как я уже говорил. Будем действовать старым добрым методом. Просто сразу начнем это плавить. Так называемый концентрат перитовый. И если там золото есть, по одному из своих видео, которые я показывал, золото из компьютера, плавим золото. Даже при низкой концентрации его, он по крайней мере может сплавиться хотя бы в песок. Если в капельку даже не сумеется его собраться, все равно сплавится хотя бы в песок. И дальнейшие анализы покажут его содержание. В общем, я все покажу и прокомментирую. Это будет интересно и увлекательно. Попытаться найти золото из ничего вообще. То есть если в камне он и может быть. Причем последние мои видео вообще это мега бомба. Самый, наверное, крутой результат из всех моих. Хотя брал камень чисто для того, чтобы просто показать такой анализ. Хотел провести анализ. Или как там говорят, скупой платит дважды. Или жадность фраера губит. Типа такие вот поговорочки. То есть не хотел золота, получил золото. Не знаю. Но здесь по любому не получится столько. Это я уже просто гарантирую вам. Скорее всего получится максимум капелька золота. Может быть даже и пол капельки. Вот столько из вот этого количества. Но если мы найдем его здесь, это будет просто невероятный случай. Вообще. Его даже можно будет внести в учебники. По любому видео стоящее, чтобы его посмотреть. Даже из-за того, что я на мою хотя бы перит покажу как. Вот. И приступаем к самому процессу. Нам понадобится вот такая тара 50 литровая. Куда будем сейчас сливать концентрат перитовый. Вот такой вот тазик обычный. Где будем мешать вот этот вот грунт. Ведро для воды. И самое главное, как же отделить всю вот эту грязь. То есть, очень легко я покажу. При помощи самой обычной тряпки. Я уже делал так. Я говорю в прошлом. Сделал вот такую быструю установку. В течение, наверное, часа из всякого хлама досок в сарай насобирал. Это еще тогда я делал ее. Я же говорю, я уже занимался этим. Вот такая тряпка. Дырка образовалась, поэтому сейчас заменю на новую тряпку. Она лежала у меня, наверное, несколько месяцев. В начале лета я это делал. Отделим концентрат. Сейчас сперва намоем перит. Так как он легкий, его очень легко смывать ведро. Просто берем, к примеру, землю. Вот так вот сюда насыпаем. Несколько лопат наливаем воды, мешаем. И аккуратно верх воды сливаем. И так разов в шесть делаем в ведро. Только верх воды. Перит легкий, как пыль, смывается сюда. А потом пропускаем так называемую глинисто-перитовую смесь через тряпку. Помешивая рукой. Хорошо промываем. Получаем практически 60% чистого перита в осадке. Вы сами все увидите. Как мыть я не буду показывать. Но сейчас покажу только как вот это мешать, все отделять. А там уже дальше ничего сложного нету. Просто неудобно там снимать. Это я буду делать в бане, а там темно. Куда слив будет уходить. Грязной воды, глинистой. На все про все вот это уйдет пару часов. Чтобы вот этот бачок промыть. И получим чистый практически концентрат перита. Ну что же, приступаем. Так, мои друзья. Берем несколько лопат грунта этого. Тут и корни от травы. Так вот берем. Камни большие можно сразу убрать. Вот так вот пойдет. Половина тазика. Половина. Именно половина тазика. Наливаем в воду. Самая обычная. Вот так. Илично. Отлично. И мешаем рукой. Просто рукой. Все тяжелые элементы уже сели на одно. Просто сливаем. Так. Ну вот я уже вижу перит. Тут называемое золото дураков. Весок перитовый. И это так делаем раза четыре. Два ведра воды как минимум. Сливаем. Это своего рода такое обогащение руды. То есть мы ищем минерал перитовый. А в перите может содержаться очень маленький процент золота. Ну примерно от 0,5 до 3% бывает. Это я читал, не сам придумал в энциклопедиях. Так что это написали уже люди, которые занимались такими, наверное, исследованиями и так далее. Ну вот. Все сделал. Получилась такая вот 25 литровая. Извиняюсь, не 50, а 25 литровая тара. С такой вот жидкостью глиняной. Весь перит я промыл. Остались все тяжелые вещества здесь. То есть гром, песок и так далее. Перит смылся. Теперь осталось отделить эту воду и глину. При помощи уже промывки через вот эту вот тряпку. Прошло некоторое время. Я все промыл. И вот сколько у меня получилось. 50% концентрата перитовой руды. Тут и слюда, и песок, и перит. Ну может чуть меньше. Но я думаю 50% будет, так как его очень много. Он такой как, знаете, вот это есть серебрянка, а есть такая бронзовая. Блестят очень. Чешуйки. Их очень много. Вот здесь примерно 50%, как я сказал. А вот здесь где-то 80% такой концентрат. Немного. Вообще он прям аж. Здесь в основном только перит и немного слюды. Все это будем плавить. Начнем с концентрата. Еще добавлю вот этого материала. То есть сперва этот весь высыплю. Будем плавить с бурой. Чуть-чуть подсушу это, чтобы он сухой был. Да и все. Ничего растворять не будем. Видите, он такой слегка как бы желтоватый. Все равно видно даже вот здесь. Он как бы... Сейчас солнце ушло. Я еще потом покажу. Или... Ну-ка, куда бы выставить солнце. А, во, есть. Может здесь вот видно. Вот видите? Такой как бронза. Это наш перит. Концентрация приличная. Вот видите? Он такой весь желтый-желтый. Нехило я намыл перита. Хе-хе-хе-хе. Пожалуй, только за это можно уже лайк поставить. Не каждый, наверное, показывает такие вещи. Меня с этими делами достаточно хорошо знаком. Знаю разные эти подгруппы. Не только перит, так же и лимонит, и другие. Так, и вот наш концентрат. Видите, какой желтый? Желтый при желтый. Почти как концентрат золота. Кстати, он тоже такой тяжеленький. Конечно, это основной такой наш материал. Если тут золото есть, вкрапления такие мельчайшие-мельчайшие, знаете, 1% от общей массы вот этого концентрата. То есть, что мы сделали? Мы промыли целый бачок земли потенциальной, скажем так, обогатили ее. Отобрали тот материал, то есть, минерал, металл. Перит – это подгруппа металла. Мы его отобрали по максимуму. А в перите может содержаться золото. Поэтому все теперь это чуть-чуть подсушим и будем плавить, прям с бурой. Тигель я сделаю самодельный такой. Возьму трубу, пойду к разовой из металла. Семидесятку возьму, толстостенную дно заварю. Толстым и пойдет. Вот, мы это расплавим. В обычное простое ведро наберем воды и сюда выльем, когда расплавим. Получится такой черный шлам, как шлак. Потом я дальше покажу, что надо будет делать. Там могут быть и капельки мельчайшие золота, если тут золото, концентрация есть. Также может получиться песок золотой. То есть, уже более такой крупный и реальный. Не такой, как вот этот перит, это порошок практически. Температура свое дело сделает. То есть, перит весь выгорит у нас полностью, сгорит. Если действительно цветной металл есть, как я уже говорил, он сплавится. Это может быть не только золото, это может быть и серебро, это может быть и медь. Это может быть все, что угодно. Но если тут нет цветного металла, никакого из этих вот трех. То есть, серебра, меди и золота. То тогда ничего не получится. То есть, он просто сгорит и все. Ну, ладно. Я не сильно расстроюсь. Есть, нету, посмотрим. Ну, по-любому много, наверное, не будет, если и есть. Так, ну ладно. Я подготовлю и будем плавить старым добрым методом в горне. Так как в электропечь это не засунуть. Ну, вот такой концентрат еще можно расплавить, его не сильно много. Но если намного больше плавить, а я хочу как минимум половину вот этого сразу. Или хотя бы одну треть. Как получится тоже. Чтобы побольше было материала потенциального, в котором может содержаться золото. Так как я уже говорю, его тут, скорее всего, практически нет. Может даже вообще нет. Но я часто ошибаюсь. Ну, вот, все. Ну, вот, ребята, все подготовил. Это мой самодельный горн. Еще когда-то его делал очень надежный, качественный. В принципе, уже не раз в нем плавил разные металлы. Плавить будем на угле, на обычном угле самом. Дрова, чтобы разжечь горн. Так. Кребаные самолеты летают, когда не надо. Как они уже задолбали, а? Так. Плавить будем вот в таком самодельном тигле. Сделал на быструю руку. Труба 76-я, толстостенная. Надо будет все разогреть до 1200 градусов. Температуры плавления меди и золота. То есть, если тут есть какой-то из этих двух металлов, может оказаться, что медь за место золота. Понимаете? То есть, это расплавится. Сам перит весь выгорит. Будем плавить вот этот вот концентрат. Основной его закинем весь. Также я добавлю большую часть еще отсюда. Здесь где-то 60 процентов. 50-60 процентов. Здесь концентрация его намного больше. И также сверху добавлю буру. Всю буру высыплю. Сколько есть. Когда все расплавится, станет жидким, буду помешивать обычной палочкой, такой прутком. В течение пяти минут я буду это прогревать. А потом расплавленную кашу вылью вот сюда. В чистое ведро с обычной водой. Получится шлак такой черный. Посмотрим, будет ли там золото видимым. Скорее всего, оно будет невидимым. Может вообще его не будет. Потом этот шлак я раздроблю. И полученную кашу, ну дробленую, запарю в азотной кислоте. Как на примере одного из своих видео. Золото из компьютера. Плавим золотой осадок. Если вы помните, тогда тоже получился темный уголек такой. Но потом при чистке его, в общем-то, золото проявилось. Получилась босинка там. Но здесь я не знаю, сколько получится. Весь осадок, разумеется, я не буду так запаривать. Только часть его. Но я покажу, в общем. По-любому я выясню на 100% нет ли тут золота. Если оно тут есть, даже в небольшом количестве, оно сплавится. При плавлении, когда сейчас я буду это плавить, оно смешается друг с другом. Даже в мельчайший песок, но все равно смешается. Ладно, я устанавливаю сейчас камеру, разжигаю горон и начинаем плавить. Посмотрим, что из этого получится. Это вообще все равно интересно и любопытно самому. Дрова мои разгорелись. Сейчас буду кидать уголь, включу вентилятор. В тигель я насыпал весь концентрат и немного добавил еще отсюда. И, разумеется, высыпал всю ту буру. Он еще немного не высох, кстати. Сейчас чуть-чуть подсушится. Ну, я думаю, ладно, там воды не так много. Она быстрая, испарится. Ладно, включаю сейчас вентилятор. Кидаю уголь и начинаю греть уже. Чуть-чуть только разгорится. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Короче, ребята, похоже, ничего не получилось. Тигель оказался слишком большой для этого горна, что он его не может прогреть весь нормально. Дно переплавилось, то есть расплавилось. Верх никак не мог прогреться. Вон, смотрите, металл расплавился. Он же из обычного металла. Тогда я попробую, наверное, другой метод. Ну, тут-то снизу там плавилось. Надо все равно, наверное, вот этот шлам собрать. Вот этот вот, так называемый шлам. И проверить, промыть его в азотную кислоту раздробить. Видите, он хрупкий, как стекло. Кварц начал плавиться. То есть перид тоже снизу где-то расплавился. По-любому что-то может покажет. Хотя результата с таким вот результатом я тоже никак не могу гарантировать никакого. Потому что непонятно, что там расплавилось, что не расплавилось. Надо было, наверное, чуть-чуть, немножко взять для пробы. Я много еще насыпал. Больше его половины. Просто адовые, адовые такие испытания. Наверное, полчаса у меня это горело. Угля не так много ушло, но вот тигель накрылся все. Ладно, сейчас он остынет. Я этот шлам проверю. Прошло некоторое время. Горо настыл. Я его убрал. И вот здесь вот снизу вот такие вот сплавленные капельки. То ли железо, то ли как раз того самого перида, который я пытался плавить. Сейчас он еще, наверное, горячий. Вроде уже. Так. Вот так вот получилось. Так, слегка тяжелый, непонятно. Это может быть и железо. Тигель-то расплавился. Это надо попробовать раздробить, залить в кислоту, в азотную, к примеру. Если появится желтый песок, значит, разумеется, это может быть золото. Ну, тут его точно практически нет. Если даже что-то там исплавилось, потому что там вообще непонятно, что плавилось. Тигель прогорел, что-то исплавилось, а что-то и нет. Ну и сам тигель надо все равно проверить, что там внутри. Все это сейчас, что он еще горячий. Уже не так, но уже все равно можно обжечься. Все это вытащить, посмотреть, что там на самом дне. Прошло несколько минут. Я налил азотной кислоты, взял несколько вот таких вот бусинок сплавленных. Бросил в азотную кислоту и, как видим, реакции нет. Ну, если кто-то не верит, его прямо отсюда взять вот эту бусинку и бросить. Вообще реакции нет. О чем это говорит? О том, что это не железо. Это как раз наш осадок сплавился. Железо сплавленное, это феррум, то есть железо, с азотной кислотой реагирует бешено, с выделением бурых паров. А это вообще никак не реагирует. И, насколько я знаю, перит действительно плохо реагирует с азотной кислотой. С концентрированной я не пробовал, может он реагирует нормально. Но вот как у меня техническая кислота не разбавленная, он вообще практически не реагирует. Значит, это сплавился наш осадок. И результат показывает соляная кислота. В соляной вот растворяется. Я помню, растворял перит. Он действительно в азотной не растворяется, в соляной растворяется. Тогда, в принципе, результат такой, что кидаем соляную кислоту и ждем, что получится. Появится там что-нибудь интересное или нет. Я сейчас только налью еще соляной кислоты и посмотрим. Вот это сюда все закидываю, вот эти самые основные куски. Вот так вот кидаем. Так, смотрим. Пройдет, наверное, сутки, прежде чем станет ясно, что это. В общем-то, осадок получился. Сплавился на самом дне. Будем считать. Зараза. В горло полегла. Будем считать, это пробная такая партия. Так, вот сколько я соляной кислоты добавил. Перит продолжает растворяться. Так, этот по-прежнему не реагирует. Ладно, накрываю так называемой крышкой. Пусть стоит. Ну вот, мои братья и сестры, как говорит потрошитель. Эксперимент можно считать завершенным. Как видите, эти крупинки, бусинки в азотной кислоте по-прежнему не растворяются. А уже прошло около суток. То есть все нормально. Это доказывает, что это перит на 100%. Так, и вот это я вчера заливал в соляной кислоте. Тут было намного больше кислоты. Я ее поставил на плитку, она кипела, чтобы быстрее произошло растворение. Но никакого желтого осадка в виде песка или капель я не наблюдаю. Даже коричневого осадка никакого, мельчайшего, ничего нет. В принципе, почти все растворилось, только немного выделилась какая-то белая муть. То есть золота нету. Я выяснил на 100% все. Я потом это разбавил водой. Это один и тот же раствор, просто воды добавил, чтобы он стал посветлее. Это он был аж красно-бордовый, почти черный. Чтобы было видно, есть там что, нету. В общем, эксперимент прошел удачно. Я так понял, когда тигель у меня прогорел, но прежде чем прогореть, он же раскалялся до огромной температуры. Опять эти самолеты летают. Как они надоели, а? Так вот, когда там осадок расплавился, а тигель еще был целый, он, я так понял, там внутри на самом дне закипел, а когда тигель прогорел, вся вот эта вот расплавленная каша выбежала, то есть на самое дно. Ну, ничего нету, никакого золота. Я предполагаю, что там по-любому еще золото было бы, оно бы смешалось, сплавилось, так как там, наверное, кипело все аж. То есть температура плавления железа там почти 1600 градусов, температура плавления перита где-то 1200 градусов. Я уже знаю это по своему опыту. Ничего не вышло, золота нет, эксперимент завершен на 100%. Что же, но это не значит, что я не найду золото в другом месте. Даю вам слово, золото я найду. Но только не сегодня. Я результатом доволен, для себя узнал, что по местной земле, по которой хожу, золота нету. Так что, ничего. Я знаю места, где оно точно есть. В следующий раз попробуем извлечь золото из перитовой, такой уже типа руды, я бы сказал, камня. Ну, будет как руда. Результаты я также не могу гарантировать. Посмотрим, что получится. А на этом конец. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok